МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа «Тема дня» в студии Анатолий Цыганков. Сегодня у нас в гостях доктор медицинских наук, профессор Петрозаводского университета, заведующий капитал фармакологии, Ерина Анатольевна Виноградова. Ерина Анатольевна, добрый день. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить на темы многим понятные и близкие, старение человека, то, что называется в науке геронтологии. Темы обширнейшие. Обо всем не сможем поговорить в рамках одной передачи. Поэтому сосредоточимся на темах немногих, так скажем. Одна из тех, которых нас интересует, живущих на Севере, как жизнь людей, проживающих на Севере, влияет на их организм, на их продолжительность жизни. В свое время была такая шутка, что в Карелии у нас зима длинная, зато лето малоснежное. Вот как мы в этих условиях выживаем? Здравствуйте. Спасибо большое, что пригласили меня в студию. Конечно, проблема экологическая для наших жителей Севера, она достаточно большая. И у нас очень много разных факторов, которые влияют на наше здоровье, а соответственно и на нашу продолжительность жизни. Но стоит задуматься вот о чем. Что люди, которые приезжие, они гораздо хуже переносят, скажем так, наш климат северный, чем люди, которые живут здесь давно. Поэтому если вы не прожили здесь пять поколений, то, соответственно, вы еще не адаптировались к нашим условиям существования. Дело все в том, что на наш организм влияют, конечно, и холодная погода, и влажность, которая у нас здесь есть. И влияют, допустим, недостаток кислорода. Все знают такую историю, как гипоксия севера называется, которая проявляется зимой. Но то, что изучаем мы, то, что изучает наша лаборатория, мы изучаем два таких славных фактора, которые влияют на наше состояние. Это световой режим. Световой режим севера, он тоже очень такой проблематичный, вы сами понимаете. И связано это с тем, что, например, на экваторе у нас день и ночь, они одинаковые, и поэтому правильное очередование идет смены дня и ночи, так называемых суточных ритмов или циркадных ритмов, как это называется. Но чем дальше мы уходим на север, тем больше изменяется световая продолжительность дня в зависимости от сезона года. И понятно, что мы находимся в лучших условиях, чем, например, Мурманская область, но все равно наши условия не совсем благоприятны. Мы знаем, что у нас зимой достаточно темно, а летом достаточно светло. И для того, чтобы организм приспособился к этим физиологическим изменениям, должно пройти не одно поколение на самом деле. То есть получается, что для туристов, которые к нам в Карелии приезжают в белые ночи, это такая романтическая экзотика, а для нас это некая такая физиологическая проблема, когда идет разбалансировка деятельности организма, которая на нее тяжело реагирует, так? Да, вы совершенно правы. Вот сейчас уже начинается туристический сезон постепенно, вот скоро начнутся детские каникулы, майские праздники, и, конечно, к нам поедут очень много разных туристов. И гуляя по набережной нашей, когда у нас встает солнце, и оно не садится, и это так красиво, все это светится на Нерском озере, конечно, туристы все в восторге. Но для людей, которые проживают здесь постоянно, белые ночи не есть хорошо, так же, как и не очень хороши естественные темные дни, потому что зимой продолжительность светлого дня, самая короткая, это у нас 3,5 часа. То есть человек выходит на работу еще темно, а уходит с работы уже темно. Это какой месяц? Это декабрь. Мы же все знаем, что вот с 21 на 22 декабря самый короткий световой день. А потом, когда начинается увеличение светового дня и вообще нету ночи, организм не понимает, что надо спать. Хотя мы, в принципе, спим, но наши физиологические системы, они все равно продолжают работать. И вот этот сон, он не очень правильный и не очень полноценный. И если разбираться точно, то вот что происходит с человеком, который спит в белые ночи. Если у вас нету темных штор или, например, повязки на глаза, то свет воспринимается организмом. И мы это проверили на лабораторных животных. У нас есть лаборатория доклинических исследований. И мы уже с 2003 года занимаемся вот как раз влиянием нарушенного светового режима на организм человека. И это не только белые ночи. Это вот те рекламы, которые светят нам в окна, если у нас окна открыты. Это те фонари, которые светят. Это люди, которые привыкли спать при ночниках или при включенном свете, при включенном компьютере, телевизоре и так далее. Нарушается выработка основного гормона ночи, который называется мелатонин. А мелатонин — это гормон старения, скажем так. И это гормон, который не дает расти нашим опухолям. Это гормон, который регулирует все функции нашего организма. То есть он находится свыше нашего гипоталамуса, нашего гипофиза. Он регулирует выработку этих гормонов. Поэтому и сердечно-сосудистая система, и желудочно-кишечный тракт, и работа печени, почек — они все находятся под контролем этого мелатонина. И чем меньше его будет, тем, соответственно, хуже работает наш организм. Вы говорили о том, что нужно правильно организовать в том числе даже свой сон. А что значит жить по биологическим часам? Как это понять? Жить по биологическим часам мы с вами, конечно, не сможем. Потому что вот те часы и те календари, которые придуманы у нас, нашим обществом, они, конечно, созданы для того, чтобы упорядочить нашу социальную жизнь. Биологические часы, они подразумевают, что стемнело, ты уже должен спать ложиться, расцвело, ты должен встать. Но хотя бы как-то жить по биологическим часам, естественно, нужно. Нужно спать, во-первых. Потому что очень многие люди, они спят мало не потому, что они спать там не хотят, а потому что есть определенная работа, что-то ты не успеваешь сделать, что-то ты делаешь ночью. Это один вопрос. Второй вопрос — это когда люди отдыхают ночью. Ночной отдых молодежи очень распространен. И понятно, что субботу и воскресенье, вот на выходные дни, естественно, люди не спят, а потом спят полдня в воскресенье, отсыпаются, скажем так. Хочу сказать, что отоспаться впрок невозможно на самом деле. И вот этот вот, опять же, сбитый режим, когда человек в течение недели встает в 7 утра, а потом субботу и воскресенье встает в 2 часа дня, это, в общем, равносильно тому, как он бы уехал в Америку, там бы субботу и воскресенье пожил и вернулся бы обратно к нам. То есть сбиваются опять все биологические ритмы. А сбитые биологические ритмы — это то ускоренное старение, про которое вы и говорили. То есть если мы спим плохо, спим неправильно, мы стареем. Тогда вопрос возникает вполне закономерный. А вы бы как и что порекомендовали, чтобы прошли продлить собственную жизнь? Как правильно спать? Какой должен быть режим сна? Ну, во-первых, спать надо ложиться до 12 ночи. До 12 ночи, потому что в 2 часа ночи как раз вырабатывается мелатонин, это пик его выработки этого гормона. И поэтому уже в 2 часа желательно бы спать, для того, чтобы этот гормон выработался в полной мере. Для того, чтобы он хорошо вырабатывался, нужна темнота. Поэтому спать нужно в полной темноте. Соответственно, это должны быть или шторы блэкаут, или роллерные шторы, что сейчас тоже можно как бы заказать, или повязки на глаза, потому что свет воспринимается глазами. И даже люди, которые с закрытыми глазами сидят, они все равно ведь понимают, свет или темнота. То есть все равно глаза воспринимают солнечное освещение. Это раз. Далее, спать нужно, конечно, не менее 7 часов. Сейчас есть достаточно много разработок, научных статей, когда люди высчитывали, сколько в среднем должен спать человек. Да, есть люди, которые могут спать 5 часов. Им этого достаточно. Но этих людей очень мало. Есть люди, которые двухфазные. Такое тоже бывает. Которым надо спать ночью и немножко днем. То есть они спят 2 раза в сутки. Но этих людей тоже очень маленький процент на свете. Если мы берем стандартного человека, спать надо 7 часов. Естественно, надо не принимать какие-то продукты или какие-то напитки, которые уменьшают выработку мелатонина на ночь. Это и кофеин, это и никотин, это, понятно, алкогольные напитки и так далее. Есть какие-то продукты, которые увеличивают выработку мелатонина и увеличивают выработку серотонина. Потому что серотонин и мелатонин – это братья, скажем так. Серотонин вырабатывается днем. И это гормон радости. Он не дает нам, ну как бы, не даст нам войти в депрессию. Если у человека нормальное количество серотонина, то, в общем-то, он может бороться с депрессией севера. У него есть на это силы, есть вот этот гормон, скажем так. И вот предшественник мелатонина и предшественники серотонина – это аминокислота трептофан, которая есть в бананах. И, скажем так, обезьяны, они депрессией не страдают. Есть в семечках, есть в индейке. То есть достаточно такие простые продукты, которые, в общем-то, в принципе, доступны. И их надо употреблять обязательно для того, чтобы вырабатывался свой мелатонин. Потому что с возрастом количество мелатонина, оно уменьшается, к сожалению. И вот как-то поддерживать свой организм в тонусе и стараться, чтобы этот мелатонин выработался и сохранялся как можно дольше на нужном уровне, конечно, обязательно нужно. Мы уже, послушав вас, понимаем, что надо спать полноценно, спать обязательно ночью, и сон укрепит наше здоровье. Вот, соответственно, продолжая вашу мысль о пищевых наших пристрастиях, хотел бы спросить, чтобы вы порекомендовали вообще людям, живущим вот на Севере, употреблять в пищу, имея в виду, что нужны какие-то минеральные добавки, нужны какие-то витамины. И если говорить образно, то вот некая такая таблетка от старости, не позволяющим дольше жить, что нам нужно употреблять в пищу? К сожалению, таблетки для старости еще не придумали. Многие ронтологи над этим борются и стараются, конечно, что-то придумать. Но вот если опять же вернуться к нашей экологии и разобраться уже не со световым режимом, а, например, с нашей мягкой водой, карельской, то тут тоже возникает определенный фактор риска развития различных заболеваний, опять же, того же ускоренного старения. Вода у нас мягкая. И то, что течет у нас из крана, это та же мягкая вода, у нас забор в Онежском озере воды. Она, конечно, хорошая, ей хорошо мыть волосы, и вообще мягкая вода, как бы, ну, я не знаю, позиционируется как хорошая, но в ней мало микроэлементов. И если в ней мало микроэлементов, то те овощи и фрукты, которые выращиваются на этой почве, они тоже бедны этими микроэлементами. А, соответственно, те животные, которые их едят, они будут тоже бедны теми же самыми микроэлементами. И вот это тот второй фактор риска развития наших заболеваний, который мы тоже изучаем. И выяснилось вот что, что Карелия, она называется биогеохимической провинцией. Такой термин придуман не нами, такой термин придуман еще во времена Вернацкого и Виноградова, это они придумали такой термин. Это те регионы или те территории, которые имеют дисбаланс элементов. Это называется дисэлементоз. Каких-то элементов может быть много, каких-то элементов может быть мало. А недостаток макро- или микроэлементов – это фактор развития различных заболеваний. В нашей воде, мы все знаем, раз она мягкая, мало, например, того же самого кальция. И мы знаем, что, например, краевая патология – это кариес зубов. Поэтому, ну или, допустим, там остеопороз, или заболевание сердца, когда не хватает тоже кальция, или какие-то камни в почках и в печени, когда тоже не хватает кальция. Значит, если мы это знаем, мы с этим должны как-то бороться. Поэтому мы исследовали людей города Петрозаводска пока что. Больше мы как бы не брали людей. И исследовали их на, скажем так, состав макро- или микроэлементов, которые у них находятся в организме. Почему мы исследовали людей? Мы исследовали еще и лабораторных животных. Но лабораторные животные, крысы, они не едят из магазина, скажем так. Они пьют нашу сырую воду, допустим, из крана, но ничем не компенсируют нехватку вот этих макро- или микроэлементов. Если же мы возьмем среднестатистического человека, он ходит в магазин, он покупает продукты. Продукты есть, соответственно, какие-то привозные. И в них могут находиться те же макро- и микроэлементы. То есть он частично как-то может компенсировать. И мы хотим разобраться все-таки, чего не хватает человеку в наших корейских условиях, каких минералов, для того, чтобы каким-то образом помочь нашим жителям компенсировать вот этот недостаток. Вот вы говорите, что проводили исследование. Это большая была аудитория? Аудитория у нас была вот какая. Мы взяли только две группы пока что. Это люди молодые, которые не болеют ничем. Студенты нашего университета, что самое простое. И анализ макро- и микроэлементов, он производится в волосах. Это достаточно простой анализ в том плане, что он неинвазивный. Не надо брать кровь. Потом эти волосы могут достаточно долго храниться. И сделать можно анализ в любое время. Мы взяли выборку более 100 человек, для того, чтобы это было как-то статистически верно. И вторую выборку мы взяли людей старше 65 лет, потому что мы интересуемся геронтологией. Нам было бы хорошо узнать, как люди, уже прожившие жизнь на севере, все-таки имеют какой-то недостаток макро- или микроэлементов. Понятно, что эти люди все были проанкетированы. И на основе вот этих двух исследований мы сделали вывод, что молодым людям не хватает в среднем, потому что есть, конечно, отклонения, порядка 4 микроэлементов, а людям 65+, не хватает 8 микроэлементов практически тоже всем. Степень отклонения, понятно, разная, потому что все питаются по-разному. Почему у пожилых людей больше отклонений? Потому что у них есть хронические заболевания, которые не дают, очевидно, усваиваться тем или иным элементам. У них есть различные препараты, которые они принимают, лекарственные, биологически активные добавки, фитопрепараты, которые тоже могут способствовать вот этому дисбалансу. Поэтому понятно, что взрослым людям надо больше компенсировать этот дисэлементоз, чем людям молодым. У меня возникает вопрос. Если, условно говоря, мы ориентируемся на конкретного человека, где мы его там волосы изучаем, то, видимо, мы под него можем какую-то рецептуру придумать, соответственно, которая бы именно ему была полезна. Есть ли такая возможность, обратившись к вам, понять, чего человеку не хватает, чтобы восполнить и тем самым продлить годы своей жизни? К нам обратиться, конечно, нет, но вообще любая лаборатория, которая у нас есть в городе Петрозаводске, практически любая, может делать анализ на макро- или микроэлементы в волосах. Если мы делали анализ по 25 макро- или микроэлементов, нас интересовал полный спектр, скажем так, то, в принципе, любой человек может сдать только основные элементы и получить вот этот свой анализ. Почему мы вот так вот ратуем за этот анализ? Действительно, вы правы. Если бы в идеале можно было бы сдать волосы, но их можно сдать, узнать свой недостаток и конкретно под этого человека сделать конкретную капсулу именно с тем количеством макро- и микроэлементов, которые ему не хватает, и это была бы, так сказать, персонализированная добавка для конкретного человека. Поскольку сейчас идет как раз развитие персонализированной медицины, это было бы очень актуально. Можно сделать под любого. То есть это может быть и ребенок, это может быть проживающий в любом регионе, но для этого нужна не только наше исследование, не только лаборатория, куда человек может сдать волосы, а, например, производственная аптека, которая могла бы делать эти добавки для конкретного человека. Но, если не ошибаюсь, я как-то читал статью, где вы высказывали мысль о том, что провести такую практику, создать такую аптеку, и с помощью вашей лаборатории эти добавки делать. Ничего не получилось? Ну, здесь разговор вот в чем. Университет не имеет права ничего производить. Он не имеет права ничего продавать. И лаборатория у нас научная, поэтому какими-то коммерческими вопросами мы не занимаемся. Но если бы кто-то заинтересовался вот такой вот проблемой, у нас есть Корилфарм, в котором есть производственная аптека. И сейчас есть такое направление, что количество производственных аптек надо увеличивать, потому что более 30 лет тому назад производственные аптеки все были закрыты. А сейчас опять идет история с возрождением этих аптек. Так что я думаю, что перспектива у нас есть. А скажите, пожалуйста, справедливо ли я бы сказать, что появление мультиминеральных комплексов, он, скажем, не только здоровье сохранит, но и жизнь продлит человека. Так или не так? Конечно. В любом случае продление жизни это то, чем хотят заниматься геронтологи. Вот есть две специальности, которые занимаются старением. Это геронтология и гериартрия. Гериартрия, она лечит заболевания, которые есть у пожилых людей. А геронтология – это та наука, которая занимается изучением механизмов старения и создания так называемой здоровой старости, активной старости, активного долголетия, то, что сейчас называется. Чтобы человек прожил не только долго, но он чтобы прожил активной жизнью. Потому что никому не интересно жить долго, например, в инвалидном кресле. Поэтому хочется, чтобы все люди были активны и могли достаточно долго работать, отдыхать, трудиться и так далее. Поэтому, да, если мы будем профилактировать вот этими добавками, потому что в чем проблема? Это добавки, которые ничего не лечат. Они именно профилактируют. Они убирают тот дисэлементоз, который есть, и человек не заболеет. Например, в одной из наших вот добавок, которые мы сделали, мы получили уже патент на одну добавку, сейчас на вторую патент в разработке. В одной, например, добавке есть йод. Йод, вы знаете, тоже наша краевая патология, это заболевание щитовидной железы. ЗОП, так называемый. Если человек будет профилактировать хотя бы даже той же йодированной солью вот это заболевание у себя, то, соответственно, он не заболеет вот этим эндокринным заболеванием. А если он не заболеет этим эндокринным заболеванием, он будет здоров. А если он будет здоров, он, естественно, проживет дольше. поэтому вот наши все эти добавки да они рассчитаны на то чтобы жизнь человека было скажем так без болезней и это профилактические добавки кроме йода и кальция туда может у нас туда входит например тот же самый силен силен это тоже вещество которое с антидепрессивным таким скажем свойством поэтому например то депрессия севера которая у нас бывает зимой она будет меньше несмотря на то что кругом темно дорогие зрители предмет нашего разговора по-своему интересен и странен всему стране говорим о том как правильно спать будущее спин все знаем оказывается есть определенные правила который позволяет выспаться и продлить здоровье своем говорим как избавиться от этого загрязнения это свет уличный это фонари мешающие нам жить говорим о том что не все витамины полезны то есть тема разговора с одной стороны будет проста с другой стороны очень сложная и надо задуматься тем как мы себя ведем как мы живем что мы чем мы питаемся и это в конце концов серьезно отношение к этим вопросам и скажем так полноту нашей жизни надо понимать что старость она неизбежна конечно да мы стареем движемся к какому-то пределу своей жизни но правильно сказала янатольевна надо сделать так чтобы и годы пожилые проживали счастливо в полном здравии ума и тела чтобы жилось интересные и замечательные как сегодня говорится что серебряный возраст должен быть активным и жизнерадостным совершенно правильно мысли к сожалению что не все понимают это не все рационально то есть к своей жизни к своему организму а я напомню что в карьере но средняя продолжительность жизни у нас у женщин она где-то семьдесят два с половиной года а у мужчин на 10 лет меньше это говорит о том что видимо мужчины есть не всегда себя правильно ведут в этой жизни а средняя продолжительность 67 лет ну примерно соответственно мы можем удлинить нашу жизнь и жить более долго и более счастливо но для этого необходимо соблюдать в том если те правила о которых сегодня говорила ирина анатольевна то есть прислушайте к ее советам в эфире была программа тема дня с анатолием сыгренковым всего вам доброго